Замкнутых комнат. Однако наличие трех сторон позволяло избегать солнечного света хотя бы на одной из них в определенный период дня. И тем самым торговцы могли вести свои дела в течение всего дня, что в жаркие летние бакинские дни было фактором далеко не маловажным. Они лишь меняли свое направление, свое расположение в зависимости от положения солнца. Флад, на моей памяти времена, когда на месте этой рыночной площади было очень много строений. Да, это действительно так. И к сегодняшнему поколению бакинцев довольно сложно представить, что до 1964 года все это место было застроено. Довольно ветхие строения были снесены в 60-е годы. И, как рассказывают, когда экскаватор работал на месте одного из снесенных домов, под руинами дома вдруг стали вырисовываться довольно стройные арки вот этой вот колонали. В втором времени экскаватора сверлили археологи. И рыночная площадь была восстановлена практически в своем первозданном виде. Однако археологи никогда не ограничиваются достижения. А наличие такого огромного количества могильных плит на рыночной площади, чем можно это объяснить? Вопрос очень резонный. Дело в том, что под рыночной площадью были обнаружены захоронения. Довольно-таки интересные. Некоторых из них были обнаружены останки нескольких людей. То ли более поздние захоронения производились в уже существовавших могильных склепах, то ли это фамильные захоронения. Быть может, они имели доисламское происхождение. Сейчас об этом говорить трудно. Однако могильные камни, находящиеся здесь, по большей своей части, были подняты с морского дна. Потому что в тот же период, начало-середина 60-х годов, производились раскопки в затонувшем городище Сабаил. И отчасти элементы каменного фриза Сабаильской стены, а также обнаруженные могильники, могильные плиты были выставлены на Бакинской рыночной площади. Здесь они образуют как бы музеи под открытым ним. На рыночной площади обращают на себя внимание также фигурные изображения животных. Баранов, лошадей. По некоторым версиям, они также могли бы быть надгробьями, восходящими к тотемиальным традициям родоплеменного строя. Что же касается надгробий более позднего периода, то в их витиеватой отделке и искусных украшениях раскрывается все великолепие Шервана-Абширонской школы каллиграфии и резьбы по камню. В тексте эпиграфики мемориальных памятников особое место уделялось стихам Корана, хадисам, традиционным преданиям. Вместе с тем, в их ажурной резьбе можно увидеть всевозможные фигурные изображения, так или иначе связанные с родом занятий покойных, захороненных под надгробьями, а также стихи поэтов Саади и Омар Хаяна. Не меньший интерес представляют и эпитафии, исполненные на отдельных надгробьях. Подчас, написанные в стиле белого стиха, они доносят до нас прелесть и колорит своей эпохи, как, например, могильный камень покойного Джамаладдина Гершаспа, умершего в 766 году хиджи, что приходится на 1364-65 годы, цветок, который только начал распускаться в саду. Не успев раскрыться, насильно сорван ветром был. Несчастный имел в сердце много надежды на цветок. Надежд так много, но какая польза от них, когда жизнь так коротка? Да, одно рыночное площадь археологический раскопки крепости не ограничивается. Совершенно недавно здесь раскопали печать 10 века. А если обратиться к архивным снимкам, в частности, к фотографиям Александра Мишона 1890-х годов, то на этом самом месте можно увидеть очень симпатичную часовню, построенную в русском, старо-русском стиле. Место, как ни странно, называлось Темный ряд. Это была часовня апостола Варфоломея, одного из 12 апостолов Иисуса, принесшего учение Христа в Малую Азию и распятого в Баку в 70-е годы первого столетия нашей эры. Не правда ли удивительное напластание культур, влияние цивилизации? Именно поэтому Бакинская крепость всегда была своего рода яблоком раздора между археологами с их извечным желанием углубиться в толщу культурных слоев и историками, которые пытались сохранить хотя бы то, что было сохранено на поверхности. Да, но сегодня надо прибавиться к этому и третьей силу, все более и более дающей о себе знать даже крепость. Я имею в виду нарождающийся класс предпринимателей, которые возводят эти здания. Но, Исмайл Мэм, давайте взглянем на это под несколько иным углом. Разве не такие же нефтяные короли возводили жилые дома в крепости в период нефтяного бума конца 19-го, начала 20-х годов. В конце концов, то, что сейчас в крепости строятся новые дома, это лишь один из показателей того, что эта часть города продолжает оставаться живым организмом. Если эти дома строятся с соблюдением каких-то архитектурных канонов, зонирования, я согласен, но если эти каноны соблюдаются, а зачастую они соблюдаются, то я лично не вижу в этом ничего плохого. В юго-восточной части Бакинской крепости возвышается необычное по своей форме сооружение – Девичья башня. Уникальный памятник Азербайджанского Средневековья башня не имеет сколько-нибудь близких аналогий в архитектуре стран как Востока, так и Запада. Конфигурация Девичьей башни, имеющая в плане формы шестерки или девятки, наводит на мысль об этих двух почитаемых в различных культурах цифрах. Шесть считалась священным числом Вавилоне, девять, три по три, почиталась за священную цифру арабов. Вместе эти цифры напоминают символы инь и янь, как единство мужского и женского начала и основу бытия. Наряду с этим конфигурация Девичьей башни в плане отчасти напоминает старинный азербайджанский геральдический символ бута, символизирующий язык пламени. Название Девичьей башни трактуется современными исследователями скорее как башня-дева в значении ее неприступности, не побывавшая в руках неприятия. Вот что означает это название отчасти. Хотя многочисленные легенды и фольклор не применули увязать название Девичьей башни с историей гордой девушки, отвергшей притязания местного хана и заточенной в этой башне в темницу. Существует множество преданий, позволяющих отнести строительство Девичьей башни, точнее начало строительства, глубокой древности, ко времени господства в Азербайджане династии Сасанидов и зороастрийской религии огнепоклонников на Абшироне, распространенной в V-VI веках н.э. Некоторые исследователи, как, например, профессор архитектуры Дауд Ахундов, относят строительство башни приблизительно к периоду VII века до н.э., предполагая наличие здесь зороастрийского капища. На юго-западной стороне башни над входным проемом на высоте 14 метров имеется краткая двустрочная надпись, выполненная куфическим шрифтом «Башня Масуда и Бандауда». Формы письма, а также исследования камня надписи, позволили отнести ее к периоду XI-XII веков. Отсутствие в надписи конкретной даты и помещение ее в довольно необычном месте и на такой высоте дает основание считать надпись несовременной башни. Она была вставлена позже, либо при реставрации, либо, что еще более вероятно, при достройке башни. Скорее всего, девичья башня строилась в два приема. Если сравнить по цвету камня и типу кладки нижнюю часть башни с верхней, то можно усмотреть явное отличие гладкой кладки первой части башни от рубчатой поверхности второй части. С востока к башне примыкает оригинальная пристройка контрфорс, высота которой всего лишь на 1 метр 70 сантиметров ниже высоты самой башни. О назначении контрфорса бытуют самые различные точки зрения. Одни считают контрфорс своего рода волнорезом, другие утверждают, что он служил подпорой башни. Однако исследования показали, что для волнореза не нужна такая высота, а для подпор нужно несколько иное положение по отношению к башне. Но не исключено также и то, что за контрфорсом стояли не какие-либо практические или утилитарные цели, а чисто символические задачи. Ведь именно эта пристройка и ее расположение по касателям